сегодня воскресенье я еду посмотреть на один маленький участочек земли где расположены значит как бы дачный кооператив в австрии живут в основном из вены люди проезжают где-то с районе около 40 минут езды на машине до вены и там значит продается один участок земли с маленькой дачной постройкой но что в нем не заинтересовало этот домик этот дачный кооператив можно использовать для постоянного проживания то есть там все вся инфраструктура подведена все работает круглогодично и по моему запросу там живут якобы несколько человек даже круглогодично в этом дачном кооперативе ну вот сейчас я хочу туда приехать и посмотреть можно ли там действительно ли есть возможность там жить на постоянной основе почему я ребята рассматриваю вот такие варианты как вот например с каким-то вот таким вот дачным кооперативом потому что ну купить дом в австрии это скажем так не по моим силам значит это я не накопил таких денег и брать кредит я не хочу чтобы заплатить скажем так в среднем 250 300 тысяч евро за средний дом то есть это не 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 как бы не по моему запрос мы не по моим запросам вот поэтому я вот и еду вот в этот кооператив дачный где мат на маленьком участке земли можно маленький поставить маленький дом и якобы там можно жить круглый год хочу вот этот вариант посмотреть насколько он реален вот мы сейчас направляем сюда очень красиво это место я вам покажу дорогу очень красиво это место значит едут из вены значит даже люди там отдыхать началось ребята все с того что я давно мечтал горел желанием как бы опять уехать куда-то жить на природу подальше из большого города в вене я уже живу практически 15 лет если чуть больше наверное даже и мне уже немножко надоело в этом мегаполисе я хочу где-то на природе в лесу может быть маленький домик или купить или построить или что-то еще какие-то варианты и вот один из вариантов вот попался на глаза я ни разу не видел как это все происходит как вот в этом случае люди покупают там живут что-то делают это объявление попалась мне совсем недавно и я решил поехать и посмотреть что же это на самом деле сейчас мы пришли значит вот в этот вот кемпинг-плац который здесь вот с нами распан расположен его 10 как смотрите какой прекрасный пруд здесь можно значит купаться здесь есть такая лесенка лавочка и все это расположено вот в таком вот лесу в лесном массиве вот сейчас мы идем значит внутрь здесь на мотоциклах и на мотороллерах ездить запрещено только можно на частных машинах въезжать собак надо держать где-то там в стороне здесь собак и кошек держать запрещено сейчас мы идем дальше вот мой сопровождающий вот такие вот вот места здесь красивые ребята вот там вот этот пруд который мы видели в общем здесь очень такая тишина и не слышно вообще никаких индустриальных звуков как в вене а мы подошли вот к этому участку немножко вот так вот покажу издалека здесь вот такая дорога которая ведет вот вокруг этого всего кемпинга там уже как бы начинается лес течет этот вот лесной ручей и вот здесь вот расположен вот этот вот мобильный дом который продается маленький участок земли ну как говорится что надо для человека когда он живет без семьи скажем так может быть один там или вдвоем максимально то я бы себе мог это представить здесь можно запарковать машину которая стоит или вот здесь и сейчас мы зайдем посмотрим как там выглядит внутри вот такой вот вход ставит летний домик я так понимаю вот что мы видим участочек земли растут пару деревьев летний душ стоит вот такая вот терраса летний домик это летний домик здесь стоит можно зайти к нахитон райенко вот здесь так значит стоит туалет душ но все такое немножко в стареньком состоянии но здесь как бы место для кладовки скажем так ну вот еще хочу чуть-чуть обратить внимание значит душ здесь все работает вода подключена даже есть подводка газа здесь вот газовый бойлер маленький стоит ну как бы вот так даже вот если электрическое значит отопление здесь немножко подтапливать можно но это вот такая чистая летняя летняя примочка сейчас мы посмотрим что там у нас в доме внутри такая вот маленькая здесь терраска тому же вот за стенкой за этой значит уже соседский участок вот так вот выглядит это вот снаружи конечно есть ухоженные очень участки вот как там конечно здесь тоже можно это все сделать но как говорится все стоит денег если этот начать домик не так дорого будет стоить то конечно можно у него еще уложить вот так вот выглядит крыша здесь у них вот есть маленький гриль ну то пойдемте дальше ну да мы коверной электричеством это очень удобно это себя охуумие это может быть изучение домика но теперь мы переходим коверной электричеством и вот здесь вот есть одна веранда не большая терраска такая вот здесь стоит нет Охажение Вот у нас стоят хорошие. Маленькая кладовка здесь. Вот как выглядит внутри этот домик. Это маленькая гостиная с каминчиком. Маленькая кухня. Что это? Это можно спать. Маленькая дочка. Маленький домик для газонокосилки там стоит внутри. Ну конечно потолок очень низко, мне тут уже упирается. Я упираюсь почти головой. Это газ, да? Да. И здесь обвасшивка. Мы можем все это сделать, если вы хотите. Ну конечно, мы можем все это сделать, да? Да. Если вы хотите. Да, это еще немного. Есть еще еще что-то? Все. Такой дачный вагончик. Конечно, его на зиму переделать будет, наверное, невозможно. Но вот так вот он выглядит, да. Совсем, конечно, маленький. Если его немножко рассмотреть, что убрать вот это все. Вот так вот выглядит домик со стороны. Здесь окна тоже как бы двойные стоят. И вот так вот он выглядит внутри. Значит, здесь у него есть подводка газа. Это газ, да. Есть у него газовый счетчик стоит. Вот это есть вода. Но это газовый счетчик, да? Ну, это газовый счетчик стоит. Да, это газовый счетчик стоит, да? Мы можем посмотреть, что мы можем посмотреть. Мы хотим туда, чтобы туда идти. Окей. Сейчас газ и потом туда туда туда, да? В Гастзеле. Это только фрегенд. Да, да, да. Как вы видите, там рядом был Швеминг-Пул. у соседа вот есть вот такой вот бассейн выстроил летний вариант так что здесь вот на этом участке в принципе он говорит тоже можно поставить на доме конечно надо полностью переделывать из до места то достаточно ничего не скажешь ну домик конечно маловат маловат ну вот так вот выглядит конечно этот домик сам по себе он очень маленький это пристроечка пристроены к нему которая значит просто как летние но он сейчас сделаны чисто для ли для летних месяцев конечно тут чтобы зимовать тут его не переделать ничего друзья хочу вам добавить информацию по поводу этого дачного кооператива значит здесь около 150 участков каждый участок примерно 250 квадратных метров некоторые имеют по два участка но аренда уже земли стоит в два раза дороже естественно за обычный размер 250 квадратных метров ежемесячные значит взнос 152 евро это вот за 250 квадратных метров а плюс надо еще отдельно платить за жкх то есть за обслуживание этой территории и так далее за вывоз мусора это еще где-то в среднем в среднем 70 евро в месяц то есть вот так вот где-то 220 евро в месяц стоит значит один участок пользования им в течение года можно круглогодично пользоваться здесь открыто и значит кто-то есть ежедневно круглый год к этой сумме в 220 евро надо еще иметь в виду дополнительно за электричество воду питьевую воду подается из общего значит общей сети и за газ если вы пользуетесь газом значит вот эти вот 33 компонента надо еще оплачивать отдельно то есть это еще где-то примерно тоже будет зависимости от того как сколько вы проживаете но если вот так вот считать что постоянно для постоянного проживания то где-то еще наверное евро 50 в месяц как минимум будет стоить это эта система вся если вы еще конечно будете жить круглый год и отапливать то еще зимой там будет за отопление за газ приличная сумма но не знаю овчинка выделки стоит или нет конечно жить на природе на природе хорошо но это получается аренда вот этого всего всего этого значит фрая стоит практически ну вот 300 350 евро это в принципе стоимость однокомнатной квартиры то есть как бы вот однокомнатная квартира будет стоить в городе то же самое практически почти до чуть дороже почти столько сколько стоит вот такой вот домик на природе конечно как второе жилье как домик выходного дня там или летний домик это приличная сумма то есть дороговато оплачивать еще квартиру в городе свою и вот такой вот еще дом тут дополнительно конечно богатые пенсионеры или люди с деньгами там какими-то более-менее они могут себе это позволить но у меня такая альтернатива нет у меня есть возможность только если я откажусь от квартиры в городе и перееду сюда на постоянное место жительства тогда да тогда даже у меня получится экономия плюс возможности вот в таких вот хороших экологических условиях жить что я конечно и хотел бы и подыскиваю этот вариант но как я здесь понял что здесь зимних вариантов практически нет даже вот этот бассейн вроде домик бассейном как видно что он такой более менее капитальный но это не верю я что здесь кто-то зимой живет буду разговаривать и еще значит с представителями администрации по уточню у них тут вообще не получилось ли так что со всего этого кооператива со 150 домиков живут может быть один или два конечно это будет немножко стрёмно я такого не хотел ну в общем создался сделал себе впечатление что вот так вот выглядит это все друзья что я хочу сказать конечно обошелся эти дачные участки как бы это чистые такие дачные домики которые можно использовать летом как в качестве дачного домика с очень маленьким участком земли земля где-то вообще здесь скажем так не знаю 10 на 15 метров наверное не знаю там 150 200 квадратов и такой же маленький летний домик конечно большой плюс что у них здесь круглогодичное электричество круглогодичная канализация то есть каждому участку подвину подведена канализация центральная газ подведен каждому участку подведен газ каждому участку подвинена вода вода не выключается дни зимой работает круглый год конечно можно использовать этот участок тоже круглогодично здесь как бы этот этот кемпинг плац называется то есть дачный поселочек он работает круглогодично но я так по слухам поспрашивал здесь живут по моему 12 человека только зимой это мне что-то кажется что ни одного домика я не заметил где можно там скажем так зимовать потому что зимы здесь бывает тоже до минус 10 15 бывает снег выпадает и кто здесь чистить дорогу тоже непонятно мне сказали что ну мы сами иногда чистим там иногда там кто-то приезжает может быть из центральной там деревне рядом но для того чтобы здесь жить как бы круглогодично это нереально и дома я так понимаю тоже такого массивного профиля чтобы жить зимой здесь тоже по моему не разрешено строить так что моя мечта чтобы сюда приехать и жить здесь постоянно как бы наверное развалилась хотя здесь это возможно как бы получаешь свой персональный адрес с пропиской почтовые ящики вот там впереди сты я видел вот никакого здесь своего магазинчика нет единственное что здесь есть это вот такое вот здание вот это вот желтое где с той стороны есть несколько душевых кабин и стиральных машин где люди могут бесплатно постирать там или помыться но я так посмотрел у каждого свой душ конечно есть на участке у каждого свой бойлер горячей воды ну и летом здесь конечно люди приезжают и живут здесь практически все лето конечно здесь очень приятно не то что там вене пожаре испарениями асфальта и машин дышать очень хороший приятный здесь воздух сообщение тоже неплохое на машине можно до ближайшего магазина или до ближайшей большой такой деревни где-то за 5 минут за 10 доехать это буквально там в двух километрах находится даже свой телефон здесь есть который наверное еще с прошлого века здесь работает вот так вот люди выводят мусор свой ну и вот как бы наверное и всего то есть конечно такие маленькие крошечные участки земли что там принципе только что гриль поставить и все вот но буду думать я дальше до думать буду и вот этот дом который мы видели с вами продавался 20 тысяч за него даже 22 по моему она хотела я не знаю мне кажется это настолько как бы дорого по моим представлениям может быть по австрийским меркам это не очень дорого но за не знаю там одну сотку земли или там полторы и этот летнюю холопу которая под снос там я не знаю 20 тысяч они просят я забыл вам сказать ребята что этот вот кооператив как бы там кемпинг кемпинговый он значит платный здесь стоит в год аренда этой участке земли участке участок земли тебе не принадлежит это аренда аренда этого участка земли стоит порядка 1600 1500 евро в год то есть вот так вот по месяцам плюс в эти стоимости входит значит обслуживание этого этого участка значит там уборка какого-то мусора вот этого тот мусор вывоз и все это еще 70 евро в месяц и того получается что иметь такой значит домик летнего плана будет обходиться человеку где-то около 220 220 евро в месяц вот так вот это не вне считая что не считая электричество не считая воды и газа вот так что вот такое дорогое удовольствие конечно если здесь построить какой-то домик если это реально было бы и жить здесь круглогодично то как бы имея такое жилье в как бы в экологически таком чистом хорошем месте то платья 220 евро это конечно недорого в месяц 220 евро но за летний домик 220 евро ежемесячно для того чтобы ты его использовал ну скажем пусть там с апреля по ноябрь 7 месяцев или сколько там получается но не знаю не знаю конечно есть у кого деньги тот может быть этим пользуется у кого нет скажем так своего дома и из квартир люди приезжают сюда жить летом особенно пенсионеры может быть в этом смысл есть может быть в этом смысл есть никто здесь конечно не будет строить и для этого каменные дома ладно все пойду я на стояночку и вы и буду выезжать конечно ничего не скажешь место здесь очень красивая ухоженная скажем так вот эта речка здесь течет этот пруд который купаться можно люди на участках себе ставят тоже бассейны то есть в этом есть свой плюс это скажем так машины для гостей или там приезжих они могут здесь их оставить или кто-то может быть на двух машинах приезжает у него там возле своего участка места нет но вот так вот ну и вот там основная дорога центральная она соединяет вот это место там с ближайшими населенными пунктами где уже вся инфраструктура есть плюс ком плюс врачи и так далее на этом я с вами прощаюсь всем вам желаю приятных дней приятных дачных походов жизни на дачи в россии а в австрии дачи это вот то что я вам сегодня показал всем пока удачи